От мала до велика, с палками и без, в туфлях и даже в деловых костюмах альметьевцы ждали своей очереди выйти на старт. Сегодня коллективы редакции «Знамя труда» и «Эльмэттон-Аре» собрали жителей города на необычный спортивный праздник. Среди молодых спортсменов отличились студенты медицинского колледжа. Они пришли в полном составе. Они отличаются тем, что если в обычном беге задействованы только мышцы ног, при скандинавской ходьбе задействованы дыхательные мышцы, разгружают мышцы спины. Любители спорта узнали все секреты скандинавской ходьбы и испробовали новый вид фитнеса. Практиковать ходьбу с палками можно круглый год, невзирая на погодные условия. По словам специалистов, скандинавская ходьба нагружает 90% мышц тела, так как в ходьбе задействованы и плечи, и спина, и пресс, и ноги. Можно взять любые лыжные палки, любые палки в конце концов, и заняться этим видом здоровья в любой момент, в любой день. В своей жизни. Поэтому будьте здоровы, счастливы. Семья Гореевых ведет здоровый образ жизни. И сегодня они готовы продемонстрировать это. Мы уже занимаемся скандинавской ходьбой, вот три года будет летом. Я считаю, дает энергию, дает здоровье. А заниматься надо обязательно любым видом спорта. Любым видом, хоть каким, хоть просто ходьбой. Скандинавская ходьба очень похожа на лыжные гонки. Техника ничем не отличается. Спортсмены одновременно работают правой ногой и левой рукой, и наоборот. Тем, кто не раз стоял на лыжах, сегодня было легче пройти двухкилометровый маршрут и дойти до финиша первыми.